Сура 36. Я сын. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я сын. Эти буквы являются одним из чудес Корана, и никто, кроме Аллаха, не знает их смысла. Я, Аллах, клянусь Кораном мудрым, установленным, в котором нет упущений и противоречий, и в котором содержатся мудрости и доказательства, что ты, о Мухаммад, однозначно из числа посланных, которых Аллах направил с откровением к своим рабам, на прямом пути, на таком же, каким следовали пророки, бывшие до тебя. Аллах Всевышний клянется в своей книге о том, что Мухаммад является пророком, указывая на его великое и славное место среди пророков. Этот Коран является откровением величественного в отомщении неверующим и ослушникам, милосердного к тем из своих рабов, которые каются и совершают праведные деяния, которые мы не спаслали тебе, о посланник, чтобы ты увещевал, предостерегал людей, ближайших поколений, отцов которых не увещевали до тебя, а рабов, которые были в неведении о вере и совершении благих дел. И они, арабы, по этой причине, беспечны. И я, Аллах, клянусь, что уже оправдалось, подтвердилось слово, обещание о наказании над большинством их, тех, которые прожили всю жизнь в неверии и умерли, будучи неверными, так что они не уверуют. Поистине, мы установили на шеях их неверующих оковы, и они, оковы, сковали их руки к подбородкам, и они вынуждены задрать головы кверху и ничего не видеть. И мы устроили перед ними, неверующими, преграду, и позади их преграду, так что они не могут выйти из неверия к вере, и накрыли их, и поэтому они не видят, из-за своего неверия и высокомерия. И одинаково для них, увещаешь ты их или не увещаешь, они не веруют. Если Аллах позволит человеку заблудиться, то ему будет бесполезным любое увещание и наставление. Ты, о Мухаммад, увещаешь только тех, кто последовал за напоминанием, Кораном и боится милости его втайне, когда его никто, кроме Аллаха, не видит. Так обрадуй же его прощением от Аллаха его грехов и щедрой наградой – вхождением в рай. Поистине, мы оживим всех умерших в день воскрешения и записываем, что они, люди, уготовали, совершили раньше, и их следы, благодеяния или злодеяния человека, которые записываются ему даже после его смерти, и всякую вещь мы сочли в неком ясном руководстве. Хранимые скрижали. Приведи им, тем, которые отвергают твой призыв, притчей, в качестве примера, жителей селения, чтобы они взяли из этого наставления, когда пришли к ним посланные. Вот сначала мы послали к ним двоих увещателей, которые призывали их к единобожию, рассказывали о судном дне и вечной жизни, и они, жители этого селения, отвергли их, двух посланных. И мы усилили их двоих еще и третьим посланцам, и они втроем сказали обитателям селения, поистине мы к вам посланные. Обитатели селения сказали, вы всего лишь люди, подобные нам, и ничего не ниспосылал милостивый Аллах, вы только лжете. Посланцы сказали, Господь наш, который послал нас, знает, что мы к вам однозначно посланы. И на нас Аллах возложил обязанность только довести до вас ясное, понятное сообщение. Обитатели селения сказали, поистине мы увидели в вас плохую примету, злое предзнаменование. Если вы не удержитесь от своего призыва, не оставите свой призыв, то мы вас непременно забьем насмерть камнями, и вас обязательно коснется, постигнет от нас мучительное наказание. И посланцы сказали, плохие приметы ваши, злые предзнаменования, они при вас, это ваши дела, а не от нас. Разве если вас увещевают тем, в чем благо для вас, вы грозите побиением камнями? Да, вы люди излишествующие, в неверии и ослушании. И пришел с конца города один человек поспешно. Он услышал о том, что обитатели селения хотят наказать или убить посланцев. Он сказал, о люди, последуйте за посланцами, которых Аллах направил к вам. Последуйте за теми, кто не просит у вас награды, платы за призыв к истине, и кто идет истинным путем, так как они призывают лишь поклонению и служению только Аллаху. И почему мне не поклоняться и служить тому, кто создал меня, и к которому вы все вернетесь? Разве я стану брать себе помимо Него, Аллаха, других богами, которые ничего не могут? Если пожелает мне, милостивый Аллах, причинить зло, вред, не избавит меня ни от чего заступничество их, измышленных божеств, они не смогут отклонить от меня вреда ни на сколько. И не спасут они меня. Ведь я окажусь тогда в явном заблуждении. «Поистине, я уверовал в Господа вашего, так послушайте же меня». После этого на него накинулись люди, которых он увещевал и убили его. После того, как он умер, было сказано ему «Войди в рай». И он сказал, уже находясь в блаженстве, «О, если бы люди из моего народа знали о том, что простил меня Господь мой и сделал меня из числа почтенных». «И мы не посылали на народ его, который убил его и не принял истину от посланных после него, после его смерти, никакого войска с небес, ангелов, и не были мы посылающими ангелов для наказания. И был только один, поражающий насмерть шум, и вот все они потухли, погибли». О горе и сожаление для рабов в судный день, когда они увидят наказание. «Не приходит, не приходил к ним ни один посланник от Аллаха, над которым бы они не издевались. Разве они, те, которые издеваются, не видели и не думали о том, сколько поколений до них мы уже погубили, и что они к ним не возвращаются? И поистине, все в день суда будут вместе у нас собраны для расчета и воздаяния». «И знамением, показывающим то, что Аллах воскресит умерших, для них, для многобожников, является неживая земля, на которой не было никаких растений. Мы оживили ее, не спасла в дождь, и вывели из нее само растение и зерно, которое едят они и животные. И тот, кто оживил землю растениями, оживит умерших в день воскрешения. «И мы устроили на ней, на этой земле, которая была мертвой, сады из пальм, и виноградов, виноградники, и извели, сделали, чтобы забили на ней, на земле, источники воды, которыми орошаются сады. И все это, чтобы ели они, рабы мои, плоды их, садов и то, что сделали их руки, приготовленное ими самими. Разве же они не будут благодарными Аллаху за все эти неисчислимые блага? «Приславен тот Аллах, кто создал пары все из того, что растет земля, разновидности растений, и из них самих, мужчин и женщин, и из того, что они не знают, других творений Аллаха. И знаменем, признаком для них, указывающим на единственность Аллаха и его могущества, является ночь. Мы снимаем, убираем с нее день, и вот они, люди, оказываются во мраке, в темноте. И также знаменем для них является то, что солнце течет к местопребыванию своему, который находится под троном Аллаха. И солнце совершает там преклонение ниц пред Аллахом и просит разрешения вернуться, и Аллах позволяет ему продолжить движение. Таково установление Аллаха, величественного в своем владычестве, знающего, который знает все. И также знаменем является то, что Луну мы определили по стоянкам, по 28 положениям, которые соответствуют каждой ночи месяца. Она появляется в начале месяца и проходит все эти положения, пока она вновь не возвращается в такой вид, как выглядит старая пальмовая ветвь, так как выглядит и новая Луна. Солнцу не надлежит догонять Луну. Движение Луны быстрее движения Солнца. И ночь не опередит день. И каждый, и Солнце, и Луна, и звезды плавает, двигается по своду. И знаменем для них неверующих является то, что мы перенесли потомство их, прежних поколений, а это отцы и праотцы тех неверующих, которые не принимают истину, в переполненном ковчеге пророка Нуха. И мы создали для них, рабов Аллаха, из подобного ему ковчегу то, на что они садятся, для перемещений, другие средства передвижения. А если мы пожелаем, Аллах может сделать это, то потопим их, тех, которые на судах, и не будет помощника для них, и не будут они спасены. Аллах Всевышний оказал такое благодеяние своим рабам, что поддерживает их суда во время их плаваний. Если только не по милости от нас и нашему дозволению им для пользования мирскими благами до определенного времени, смерти. «А когда говорится им, тем, которые не принимают истину, которую не спасал Аллах, остерегайтесь того, что вас может постичь то, что произошло с теми, отвернувшимися от истины, которые были перед вами до вас, и бойтесь того, что будет после вас, наказание Аллаха в день суда, и уверуйте в Аллаха и обратитесь с покаянием к Нему, чтобы вы были помилованы, прощены. Но они отворачиваются высокомерно и остаются в своем заблуждении». «И не приходит к ним неверующим ни одно знамение из знамени Господа их, чтобы они неверующие от них знамений не отвратились». Каждый раз, когда приходит к ним какое-либо знамение от Аллаха, они не признают его истинности, отворачиваются от него, не утруждая себя обратить на это взор или же немного призадуматься об этом. А когда им, иудеям или многобожникам говорится «расходуйте из того имущества, чем наделил вас Аллах, давайте нищим и нуждающимся милостыню». «Те, которые стали неверующими, говорят тем, которые стали верующими. Разве мы станем кормить того, кого Аллах, если пожелал, накормил бы или дал бы имущество?» «Вы, верующие, призывая нас к этому, находитесь только в явном заблуждении». Неверующие слышали, как верующие говорят «Аллах, дарующий пропитание. Ар-разак. И Он дарует богатство, кому пожелает, и делает бедным, кого пожелает». Высказываниями подобными «Разве мы станем кормить того, кого Аллах, если пожелал, накормил бы?» Они пытались повернуть слова верующих против самих же верующих и говорили неверующие. «Мы не хотим идти против воли Аллаха в том, что если Он пожелал сделать какого-либо человека бедным, то мы не хотим давать ему хоть что-либо. Но это их ошибка, упрямство и попытка испортить истину, используя ложь. Аллах Всевышний наделил богатством некоторые свои творения и сделал бедными других из них и повелел, чтобы богатые кормили бедных. И Он испытывает их тем, что вменил им в обязанность выделять часть своего имущества». Да, Аллах Всевышний, если пожелает, то накормит любого, и это истина. Однако неверующие используют истину, чтобы отвергнуть другую истину, повеление Аллаха богатым выделять часть имущества бедным. И спор с такой позицией является неправильным. Фатх аль-Кадыр. Шаукани. «И говорят они, неверующие, верующим, когда же наступит это обещание, день воскрешения, если вы правдивы?» Не ждут они, многобожники, ничего, кроме одного поражающего звука. Звука трубы, в которую дунет ангел Исрафил. Когда наступит конец этого мира, который внезапно постигнет их, когда они будут припираться, спорить друг с другом о мерзких делах. Это будет первое дуновение в трубу, когда всех живущих охватит страх. И не смогут они, многобожники, когда наступит день суда, даже оставить завещание кому-либо. И не смогут вернуться к своей семье, потому что погибнут на своих местах. И затем будет дунуто в трубу во второй раз. И все души будут возвращены к своим телам. И вот они поспешно из могил выходят. И к своему Господу устремляются, чтобы предстать пред Ним. Между двумя дуновениями пройдет сорок лет. «Они, неверующие, будут говорить одни другим во время воскрешения. О горе, погибель нам! Кто воскресит нас из места нашего покоения, могилы?» Они не уверовали воскрешение, поэтому будут очень удивлены этому. И будет сказано им в ответ. «Это воскрешение умерших, которое вы сейчас видите, то, что обещал милостивый Аллах своим рабам, и правду говорили посланные пророки и посланники». «И был всего лишь, не потребовалось больше, чем только один громкий звук, второе дуновение в трубу, и вот они, творения, все у нас, перед нами, предстали для расчета и воздаяния. И сегодня, в день суда, не будет обижена душа ни на сколько, будет произведен точный и справедливый расчет. И воздастся вам только за то, что вы делали в своей жизни на земле». Поистине, обитатели рая сегодня, в день суда, радостны, счастливы, очень заняты в делах, получения райских удовольствий и наслаждаются. Они и их супруги в тенях райских деревьев сидят на украшенных ложах, облокотившись. «Для них там, в раю, различные райские фрукты и все, чего они потребуют, любое удовольствие и наслаждение. И будет им сказано «Мир», речью, исходящей от Господа Милосердного. Им будет дана еще большая награда, чем та, которую обещал Аллах. На них не зайдет полное умиротворение от их Господа. И неверующим будет сказано в день суда «Отделитесь сегодня от верующих, о бунтари, не принявшие слова Аллаха». И Аллах Всевышний скажет неверующим, которые оказались в аду, «Разве я не заповедал, завещал вам через моих посланников, о потомки Адама, люди, чтобы вы не поклонялись, не повиновались сатане? Ведь он для вас враг явный, очевидна его вражда. И повелел я вам, чтобы вы поклонялись только мне, Аллаху. Это поклонение и подчинение Аллаху и неповиновение сатане и есть прямой путь к моему благоволению и раю». И уже он, сатана, сбил с истинного пути, ввел в заблуждение многих из вас. Неужели вы, о многобожнике, не рассуждали, разве у вас не было разума, чтобы не следовать за сатаной? Вот гиена Ад, которую вам обещали, о которой вас предостерегали еще при вашей жизни на земле за неверие в Аллаха и отказ следовать за его посланниками. Горите в ней, в гиене сегодня за то, что вы совершали неверие. «Сегодня, в день суда, наложим мы печать на уста их, многобожников, и они ничего не смогут даже произнести, и будут говорить нам их руки о том, что ими брал человек, и будут свидетельствовать их ноги о том, к чему на них стремился человек, что, какие грехи они приобрели. А если бы мы, Аллах, пожелали, то могли бы стереть их глаза, таким образом, что у них не было бы глазных разрезов и век, лишили бы их зрения. И устремились бы они к пути, чтобы пойти по нему, но как они сделали бы это, если они не могли бы видеть? А если бы мы пожелали, то переменили бы их, превратили бы в другое творение, как, например, камни или животные, на том же месте, где они находятся, и не могли бы они пойти вперед или вернуться назад. А кому мы даем долголетие, дожить до старости, того мы вновь переворачиваем в его сложении, возвращаем в прежнее состояние, когда становятся слабыми его разум и тело. Разве ж они не уразумеют, что тот, кто делает это, способен воскресить их. И не учили мы его, пророка Мухаммада, стихам, он не поэт, и не подобает эта поэзия ему. Это, то, с чем он пришел, только напоминание для обладающих разумом и ясный Коран, в котором содержатся ясные доказательства, очевидные решения, мудрости и наставления, чтобы увещевать, предостерегать Кораном тех, кто жив и принимает истину. И чтобы сбылось слово, обещание о наказании над неверными. Коран – милость для верующих и довод против неверующих. Разве они не видели, размышляли, что мы сотворили для них, для людей, и это из числа тех творений, что сделали только наши руки, сам Аллах непосредственно, скот, и они им владеют, распоряжаются. И мы подчинили его, скот, им. На одних они ездят, а других едят. И для них, людей, в нем, в скоте, есть другая польза и питье, молоко. Разве они не возблагодарят Аллаха, который наделил их всем этим? И взяли они, многобожники, помимо Аллаха себе богов, которым они поклоняются, и надеются, что, может быть, им помогут эти ложные божества спастись от наказания Аллаха. Не могут они, ложные божества, помочь им, тем, кто поклоняется им, хотя они, многобожники, для них ложных божеств, войско готовое, которое защищает их в этом мире от тех, которые хотят разрушить их, но ложные божества не смогут помочь многобожникам в день суда. Пусть же не печалит тебя, о пророк, их слова, когда они не признают тебя посланником и говорят, что якобы ты колдун, поэт или сумасшедший. Мы знаем, что они скрывают в своих душах, и что открывают, делают открыто, и непременно полностью воздадим им за это. Разве не видел человек, который не верит в воскрешение, что мы создали его из капли, семенной жидкости, и пройдя определенные стадии в развитии, он стал полноценным человеком. И вот он, припирающийся явно, упорно спорит, утверждая, что воскрешение невозможно. И приводит он, отрицающий воскрешение, нам недействительные примеры, а именно сравнивает Творца с Отворенным, и забыл он про свое творение, как сам был создан из капли семени. Он говорит, кто оживит кости, которые истлели? Скажи ему, оживит их тот Аллах, кто создал их в первый раз, из ничего, и поэтому ему создать их во второй раз будет еще легче, и он о каждом творении знающ, знает все свои творения. Который сделал вам из зеленого и влажного дерева огонь, Аллах создал из земли и воды дерево, которое затем превратил в сухую древесину, и вот вы от него, от дерева зажигаете огонь. Неужели тот, кто создал небеса и землю, и еще то, что между ними, из небытия, не в состоянии создать подобных им, людям? Да, конечно же, он может создать их, ведь создание небес и земли более велико. И он творец всего сущего, знающий всех, кого он создал и создает. И повеление его, когда он желает создать что-нибудь, только сказать ему, будь, и оно бывает. И также всего лишь одним его словом будет происходить воскрешение всех умерших и сбор к суду Аллаха. И приславен, не присуща ему слабость и необходимость в чем-либо, тот, в руке которого владычество над всем, который управляет всеми своими творениями без ограничений, и к нему вы будете возвращены в день суда для расчета и воздаяния. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok